Вновь на Кубани пришла весна, а вместе с ней любимый праздник – праздник весны и труда. Как бы ни назывался этот день в календаре, вот уже на протяжении многих лет 1 май остается одним из любимых праздников кубанцев. Природа вновь расцветает яркими красками и вместе с весной приходит время новых надежд и планов на будущее. Праздник – это светлый такой, международный, и я скажу, коллектив к этому подготовился серьезно. Каждый год по традиции мы вместе со школой идем в колонию барабанщиц. Настроение просто отличное, все счастливы, просто ура! Праздник веселый, семейный, жалко погода немножко сегодня такая ветреная, но настроение тем не менее прекрасное, праздничное. Самое главное на данный момент – это мира, счастья, конечно, благополучия и всех исполнения желаний. Именно из созидательного труда каждого жителя, как и с кирпичиков, складывается процветание и благополучие нашей малой родины. Славянский район стабильно занимает лидирующие позиции по социально-экономическому развитию среди муниципальных образований Краснодарского края. Жители Славянского района начали собираться задолго до начала демонстрации. Нашей съемочной группе удалось пообщаться с ее участниками и узнать, с чем именно у них ассоциируется 1 мая и как они готовились к празднику. Настроение на позитиве. Конечно же, это праздник, который сделан для души. Например, сколько детей, они готовят для нас праздник. Мы готовим для взрослых праздник. Мы не первый раз принимаем участие в первомайской демонстрации. Тем более, мы являемся учреждением, готовящее непосредственно трудовые резервы для нашей экономики. С воодушевлением готовились к этой демонстрации. Ребята сами предлагали украшения колонны. Каждая группа пыталась представить свою профессию, представить целом учреждение. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех с 1 мая, с майскими праздниками. Пожелать всем мира, счастья. Всего самого наилучшего. Мы с первого лицея, мы представляем русские народные костюмы. Мы будем нести наш флаг. И мы всегда во всяких мероприятиях переодеваемся в разные костюмы. Конечно же, с хорошим настроением. 1 мая – это всероссийский праздник, день труда, день отдыха раз в году бывает. Ну, не знаю. Очень нравится этот праздник. Всегда весело. Встаешь утром уже с хорошим настроением, в предвкушении чего-то. Так как мы уже в возрасте, мы все равно празднуем его как международный день трудящихся. Это солидарность и трудящихся. Поэтому другого быть не может. Я желаю всем жителям мира, добра. До начала демонстрации остаются считанные минуты. Жители Славянского района с цветами, транспарантами и воздушными шарами готовятся пройти по главной улице города в большой колонии. Все радуются весне, обновлению природы. И у всех праздничное настроение. Вот уже многие десятилетия неизменной остается в нашей стране традиция отмечать 1 мая – праздник весны и труда. 1 май – неотъемлемая часть российской истории, наших традиций. Остается одним из самых любимых праздников для людей разных поколений на протяжении многих лет. В этот праздничный день в 1 майской демонстрации приняли участие глава Славянского района Роман Синеговский, председатель районного совета Григорий Литовко, почетные граждане города и района, жители Славянского района, занесенные на доску почета. Дорогие жители Славянского района, тепло и сердечно поздравляю вас с праздником весны и труда. Для людей старшего возраста 1 май – это символ трудовой солидарности. Для молодежи – весенние обновления и добрые надежды на будущее. Но для каждого из нас этот праздник наполнен солнечным светом и теплом. Отмечен особым чувством. Праздничную демонстрацию открыла знамённая группа. Это право получили лучшие спортсмены Славянского района, выпускники и учащиеся специализированной детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва номер 1 имени Станислава Шевченко. Все они высоко несут знамя кубанского спорта на российских и международных соревнованиях. Знамя России нёс Дмитрий Ивершинь, мастер спорта России, член сборной команды России, призёр первенства России по лёгкой атлетике. Знамя кубани доверили нести Владиславу Старушенко, члену сборной команды России, участнику первенства России по лёгкой атлетике. Знамя Славянского района нёс Виктор Широносов, член сборной команды России, бронзовый призёр первенства России по лёгкой атлетике. Праздничную демонстрацию открывает знаменная группа. Это право получили лучшие спортсмены Славянского района, выпускники и учащиеся специализированные детской и юношеской спортивной школы Олимпийского резерва номер один имени Станислава Деречевича Шевченко. В первых рядах праздничной демонстрации приняли участие почётные граждане города Славянска-на-Кубани и Славянского района, депутаты Совета муниципального образования «Славянский район». Благодаря депутатам города и района общественность получает возможность не просто быть услышанной, но и на равных участвовать в принятии ключевых решений органов местного самоуправления. Праздничное шествие продолжали делегации 12 сельских поселений. В станицах и сёлах, посёлках и хуторах проживает более половины жителей нашего района. Они выращивают рис и пшеницу, овощи и фрукты, производят молоко и мясо, учат детей, занимаются спортом и творчеством. Среди участников праздничной колонны были главы сельских поселений, богатый опыт и профессионализм которых позволяет год от года развивать территории, создавать комфортные условия для жизни земляков. Славянский район – кузница олимпийских талантов. Наши юные земляки высоко несут знамя кубанского спорта, приносят славу городу и району, участвуя в краевых, российских и международных соревнованиях. Среди участников демонстрации – колонна группы мотокросса детской и юношеской спортивной школы «Триумф». Тренер – преподаватель группы «Мастер спорта России» Михаил Фролов. Мотокроссом в районе занимаются более 30 человек. Гордостью спортивной школы являются победители и призёры чемпионата первенства Краснодарского края Кубка ДСААФ России. Продолжили спортивную колонну группа юных гимнастов специализированной детской и юношеской спортивной школы Олимпийского резерва номер один. Руководитель Римма Прищепа. Заслуженный работник физической культуры и спорта Кубани. Мастер спорта СССР по спортивной гимнастике. С гордостью можно сказать, что за время работы школы не прошли подготовку свыше 30 тысяч славянцев. По главной улице города прошла колонна общеобразовательных учреждений. Среди них лицей номер 4, директор Ирина Шутенко – почётный работник общего образования Российской Федерации. Колонна этого лицея была одной из самых ярких. Все участники несли в руках букеты сирени, символизирующие дань памяти и уважения ветеранам Великой Отечественной войны. Школа по праву гордится победителями и призёрами районных, зональных, краевых олимпиад, научных конференций, дипломантами всероссийских интеллектуальных конкурсов. Активная жизненная позиция, целеустремлённость, вера в свои возможности. Профессионализм педагогов лицея помогли учащимся достичь значимых успехов в учёбе, творчестве и спорте. Их победы, призовые места стали достойным вкладом в интеллектуальный творческий потенциал города и района. В театральной площади приближается колонна лицея номер 4. Директор Шутенко Ирина Вадимовна – почётный работник общего образования Российской Федерации. В коллективе трудящихся, ярких, творческих, высококвалифицированных педагогов, заслуженный учитель Российской Федерации Сазонова-Надежда, а также почётные работники общего образования России – Дьяченко-Дамара, Димитрова-Марина, Гастроминова-Елена, Буйволова-Нина, Корниенко-Елена, Мирюшенко-Ольга. В праздничной колонии приняли участие студенты Славянского филиала Новороссийского медицинского колледжа. В нём преподают квалифицированные медицинские работники. Славянским филиалом было подготовлено более 700 медицинских сестёр, большинство которых работают в здравоохранении Славянского района. Славянским филиалом было подготовлено более 700 медицинских сестёр, большинство которых работают в здравоохранении Славянского района. Медицинская сестра – это самая милосердная специальность. Многие студенты колледжа совмещают обучение с работой в лечебных учреждениях, принимают активное участие в общественной работе города и края. На театральной площади города всех поприветствовали и поздравили с праздником весны и труда коллектив преподавателей и студентов техникума экономики и права, директор Виктория Аракелянц. Студенты техникума занимают активную жизненную позицию, ведут здоровый образ жизни. Яркое подтверждение этому – призовые места в соревнованиях в зачет седьмой городской спартакиады за здоровую молодежь Кубани. В рамках патриотического воспитания в преддверии празднования Великой Победы студенты техникума стали призерами турниров по военно-прикладным видам спорта «Наследники Победы», памяти героя Советского Союза Лысанова и военные эстафеты «Юный снайпер». Коллектив техникума активно участвует в благоустройстве родного города, своим трудом делая его одним из лучших городов Краснодарского края. Основа развития Славянского района – это эффективная экономика. Предприятие – это слава и гордость нашей малой родины. Театральную площадь украсила колонна коллектива общества с ограниченной ответственностью – агрофирма «Приволье». Возглавил колонну генеральный директор Сергей Логошин. Предприятие занимается выращиванием сельскохозяйственных культур, производством и переработкой животноводческой продукции, изготовлением кормов. Лучший результат работы агрофирмы «Приволье» – первое место в Краснодарском крае за 2014 год по урожаю риса в номинации «Хозяйств» с посевной площадью свыше 2000 гектаров. Одна из самых ярко украшенных колонн была у коллектива закрытого акционерного общества «Славпром». Её возглавила генеральный директор, депутат городского совета Жанна Беловол. Сегодня «Славпром» – это современное виноградарское и винодельческое предприятие с перерабатывающей мощностью 6,5 тысяч тонн винограда в год. А собственные виноградники – залог качественного продукта. «Славпром» – первый в России производитель кошерного вина. В 2015 году предприятию присуждено почётное звание «Надёжный поставщик продукции и услуг». Предприятие образовано в 2002 году на базе входившего в состав объединения «Кубань-Вино» винодельческого предприятия «Междуречие», основанное в 1956 году. Сегодня это современное виноградарское и винодельческое предприятие с перерабатывающей мощностью 6,5 тысяч тонн винограда в год. В демонстрации приняли участие сотрудники общества с ограниченной ответственностью «Славянск-Эко». Колонну возглавляли исполнительный директор, депутат городского совета Денис Выпринцев и председатель первичной профсоюзной организации Константин Шелковников. «Славянск-Эко» – это современный производственный комплекс, выполняющий переработку углеводородного сырья. Всего в состав холдинга входит 12 предприятий, более 100 автозаправочных комплекса, расположенных в Краснодарском крае, Ростовской и Волгоградской областях. В демонстрации принимает участие коллектив общества с ограниченной ответственностью «Славянск-Эко». Колонну возглавляет исполнительный директор, депутат городского совета Выпринцев Денис Иванович и председатель первичной профсоюзной организации Шелковников Константин Владимирович. «Славянск-Эко» работает с 2006 года. Это современный производственный комплекс, выполняющий переработку углеводородного сырья. Первое мае. Этот день был и остаётся для всех нас символом мира и созидания, дружбы и согласия. Для всех поколений Первый май дорог причастностью к славному историческому прошлому нашей Родины, верой в счастливые перемены. Как и раньше, он вызывает ассоциации с важнейшими человеческими ценностями – свободой и справедливостью, сплочённостью и оптимизмом. «Поздравляю Славянск-Эко» с первым маем. Такой радостный день. Счастья, здоровья, всего хорошего. Мы бы хотели пожелать счастья, радости, удачи в этом прекрасном и замечательном денье. Погода, конечно, нас не радует, но настроение всегда должно быть на высшем уровне. «Смотрим на дочку здесь. Пришли поддержать, порадоваться нашей великой стране. Великий праздник, великий день. Всё здорово, отличное настроение». Первый май отмечен особым чувством солидарности. Единство людей разных профессий, знаний, политических убеждений в стремлении жить достойно. Работать так, чтобы труд приносил радость от созидания, благополучия и достаток в наши дома. Это праздник, который не подвластен времени. Из года в год, из поколения в поколение люди будут собираться, чтобы по старой доброй традиции пройти колонной со своим коллективом, порадоваться празднику и поздравить друг друга.